Каждая военная специальность положена иметь свой эталон, чтобы солдату было с кого взять пример. Особенно повезло в этом смысле летчикам-истребителям. Сразу вспоминаются Кожедуб, Моресев, Покрышкин, Речкалов, другие асы. Из сухопутных войск лавра известности доставались, как правило, снайперам Василий Зайцев, Людмиле Павличенко, ключевые фигуры сводок с фронтов. Никита Федорович Карацупа стал образцом для всех советских пограничников. Больше того, его слава в СССР была столь широкой, что советские школьники знали даже имя его верного пса Ингус. И многие эпизоды его приключений на границе с ловлей нарушителей, контрабандистов, шпионов. Жизнь Карацупа складывалась совсем непросто. Отца он не застал вовсе, родитель рано умер от туберкулеза. Его одинокая мать с тремя детьми на руках оказалась в холодных степях северного Казахстана. Из автобиографических записок следопыта Карацупы. Старший брат Григорий вернулся на Украину к бабушке, потом попал в банду Махно и погиб. А сестра Фекла вынуждена была идти на заработки. Вышла замуж и тоже исчезла из моей жизни на долгие годы. Когда Николай было 6 лет, умерла и мать. В одиночестве он побирался по улам, порой получал кусок хлеба и ночлег обывало, что и порку. В 8 лет чабаны доверили ему приглядывать за отара овец, за что он получал еду. И вот так мальчик начал обучаться новым навыкам, новым знаниям. В степи он обучался языку следов, учился отбиваться от волчьих стай, нападавших на отару, просто выживать в одиночку. Когда ему было 9 лет, он стал и ценным помощником для партизанских отрядов большевиков в гражданскую войну. По ночам он бегом преодолевал до 25 километров с поручениями. Днем продолжал пости овец. В 1932 году возмужавший Карацуп попадался в пограничные войска НКВД. Служба началась на границе с Манчжурией. Его начальник, капитан заставы Никандров, быстро сообразил, что у новобранца уже немалый багаж навыков. С собаками и лошадьми он находил общий язык быстрее других сослуживцев. Капитан отправил Карацупу на повышение квалификации. Бег на дальние дистанции, рукопашный бой, стрелковое оружие он освоил на отлично. В дополнение тренировал обоняние и, по его словам, выучил около 250 запахов – кожи, спирта, резины, табака – все, что могли транспортировать контрабандисты. Службу продолжал на Дальнем Востоке. Хотя большую часть войны он прослужил в отдалении от фронта, работы всегда хватало. Попадались и японские шпионы, и рядовые нарушители-контрабандисты. Только в 1944 году он прибыл в расположение Белорусского фронта, где принял участие в освободительных сражениях и восстановлении границы СССР. За время службы был трижды ранен, поработал с пятью собаками, всех он называл одинаково «Ингус». Собаки не раз спасали ему жизнь в поверничных рейдах, а во время одной из переправ через бурный поток лодка перевернулась, и пес вытащил утопающего в полной муниции Карацупу на берег. Воспоминания Карацупы вполне могли бы стать основой остросюжетного сериала, только все это происходило в реальности. За время службы им задержано, по разным данным, от 330 до 500 нарушителей. Уничтожено около 130 шпионов и диверсантов. Каждый пограничник и сейчас знает его имя. Народное творчество, лучшая память. Один из главных уборов пограничников так и называется Карацуповка.